Это вам не овца какая-нибудь, а целый овчубук. Новое слово в животноводстве Республики Саха. Гибрид домашней овечки со снежным бараном дал морозоустойчивое поголовье, способное находить траву под снегом. К тому же животинка, судя по всему, человеколюбива и, возможно, поддается дрессуре характера. А еще новоявленные овечки Долли любят вкусняшки, лидинцы, зимней фермы. Евгений Забаровский. Видите, она уже линька идет. Заставить домашнюю овцу линять. Такую задачу перед собой якутские ученые поставили не просто так. Без этого процесса животные не выживут в суровых условиях севера. Осенью, зимой уже новая шерсть вырастает. И вот это как бы новая шуба. И она спокойно перезимует. Вот это качество мы должны передать нашим культурным овцам, в которых мы ведем процесс одомашнивания. Современные овцы перестали сбрасывать шерсть естественным путем после сотен лет человеческой селекции. Обратного эффекта в Якутии добились всего за пару лет, скрестив два разных вида. Горный баран чубуку обладает самыми-самыми теплоизелирующими свойствами из всех северных животных. Получившийся гибрид снежного барана и домашней овцы назвали овчубук. Гены дикого копытного научили породу переносить якутские морозы и даже питаться подножным кормом. Овчубуки доказали не только свою морозостойкость, но и способность к размножению. Во втором поколении уже довольно богатое родословное. Стадии из 80 голов каждый четвертый гибрид. Планируем как бы обновить маточное поголовье и, наверное, уже будем работать с эмбрионами. Для выведения лучших особей ученые намерены продолжить эксперимент. Исследователи интересуют все – от аппетита до повадков. Поэтому каждое новое потомство тщательно изучают. Выяснили достаточно отличительные особенности в поведении, которые больше похожи на поведение дикого предка, снежного барана. Гибридный молотняк, он очень больше двигается. И в вечернее время у них такие игры начинаются. То есть они пытаются бодать друг друга, они пытаются выше других забраться куда-нибудь. Но ни дикий нрав, ни сезонная смена шубки не пугают создателей. У них отличная шерсть. Кроме того, животные могут давать молоко и мясо. По мнению специалистов, новая порода поможет развить в Якутии культуру овцеводства. Я хоть и прожил всю жизнь в сельской местности, но таких зверушек еще не кормил, как уверяют хозяева. Их любимое лакомство – такие леденцы. Давай попробуем, держи. Каждую особь с детства приучали к человеку и содержали в особых условиях. Память об этом через гены будет передаваться следующим поколениям, пока в конечном итоге овчубок окончательно не станет домашним. Евгений Забаровский, Василий Соловьев, Вести, Якутия.